сейчас вы меня увидите не волнуйтесь сейчас еще чуть-чуть буквально вот вот уже левая щека сейчас покажется сейчас нос здрасте ну что господа мы продолжаем наше бдение вот мне очень нравятся очень милы по моему рассуждение разговора о том что вот если две ставки уже сработали значит третье лучше не ставить его треть на стать железно или наоборот если две не сработали то третье обязательно совпадет как-то странно вы рассуждаете друзья мои как-то нелогично понимаете логика в том что это играем до выигрыша на проигрываешь вот а ну поняли значит что я вам смогу сказать это из другой игры сегодня все-таки дело дойдет до испании все-таки в субботу играется барселона севилья вернее севильи барселона да и я думаю что матч достаточно предсказуем в том смысле что наверняка будет результативным для профессион игра очень принципиальная во-первых потому что она все-таки гонится за реалом во-вторых потому что в первом круге севилья устроил ее нулевую ничью вот там в частности лежат два из тех очков на которые барселона от реала отстает ну и в этой связи я думаю что барселоне придется обязательно сделать так что ей нужно будет гарантированная победа то есть как можно более убедительная поэтому ставка барса забивает в обеих таймах в обоих синтез таймах барселона в обоих таймах мне кажется вполне удачная по-моему это соответствует более или менее духу игры а севилью с другой стороны особенно же ничего и терять очень может быть что она и не станет избирать тот закрытый вариант который принес ей успех собственно в первой игре относительный успех и так голы барсы в обоих таймах севиль и барселона пока была пауза я вот на вопросе конференции ответил вот это моя конференция так выглядит изнутри вот здесь вот все вопросы бывают глупые и умные и смешные и и просто какие-то замечательные выдающиеся потом я тихонечко стираю и отвечаю на нормальные занудные которые предполагают вот предметный ответ и вот один из предметных вопросов твент и фейнорт тотал меньше чувствую я думаю что фейнорт в гостях против одной сильнейшей команды чемпионата сейчас скорее выберет закрытый вариант тем более что по ходу сезона команда уже несколько раз показывал что это умеет делать но относительно конечно закрытый что касается твента то все-таки в двух игровом за неделю графики команда жила довольно долго и я думаю что сил на взлом у нее может не хватить поэтому полагаю методом меньше двух с половиной и привет ну и напоследок давайте возьмем понедельничную игру чемпионата россии спартак против цска игра овеянная массой эмоций огромным смысловым бэкграундом и поэтому здесь особенно всегда много разного рода ожидания а ожидание это враг игрока это же ты хочешь чтобы что-то случилось а где здесь отличить убежденность от предубеждения трудно правда вот я уже не раз сталкивался с мнением что в этом матче должно быть забито много голов с коллегами мы болтали на этот счет в общем очень люди к этому склоняются вопросы задают в интернете на эту же тему на конференцию кстати заходите да но вопрос почему потому что должно прорвать что ли не знаю я просто не хочу на это закладываться можно будет много голов может быть мало голов но тенденция в чемпионате друзья мои совершенно другая совсем другая и очень очевидно я вам рекомендую в матче спартак цска сыграть как говорит юрий берч розынов лобовую ничью посмотрите на то чем оборы обернулись первые два тура в первой восьмерке это же неспроста счастливо на следующей неделе вот вот eadерхhome.com твоим твоим